Я придумал форму, разработал дизайн и спроектировал самую легкую мышку в корпусе без отверстий, которая весит всего 29 грамм. И сегодня я расскажу о том, как я это сделал, а также посмотрим, что у меня получилось. Приятного просмотра. Идея создать собственный девайс появилась у меня еще очень давно. Но одно дело мечтать, а совсем другое воплощать идеи в реальность. Последние несколько лет я постепенно изучал сферу девайсов, программы, осваивал промдизайн и даже пробовал создавать 3D модели девайсов, которые вы могли видеть в моих видео. Реальный шанс осуществить эту мечту появился благодаря сотрудничеству с брендом Xider, который предоставил ресурсы и полную творческую свободу. Именно тогда я решил разработать мышку, которая сочетала бы идеальную форму, минимальный вес и продуманную конструкцию. А теперь давайте посмотрим, что из этого вышло. Свою работу я начал с поиска референсов. Несколько дней я потратил на изучение практически всего рынка мышек. Моей целью было придумать какие-то отличительные черты в внешнем виде, которые выделяли бы мышку на фоне остальных. И тогда пришло осознание, что сделать что-то уникальное, не жертвуя весом и удобством, будет не так-то просто. Я начал экспериментировать с формой передней части мышки и дизайном кнопок. И спустя какое-то время получилась форма кнопок, которая не только отличалась от всего, что я видел раньше, но и реально зашла мне самому. А в совокупности с колесом, которое я делал до этого для Амолайт, мышь смотрится свежо и уникально. Параллельно с этим шла работа над созданием уникальной формы. За референс я взял OP1 и мою любимую Lamsu Maya. И самый первый прототип был буквально чем-то средним между двумя этими мышками. Но с каждой версией форма моего прототипа становилась все уникальнее и в какой-то момент я понял – вот она, та самая форма мечты. И когда форма была найдена, я присвоил мышке название Nimbus, что в переводе с латыни означает «дождевое облако». Честно говоря, Nimbus мне сложно сравнивать с мышками, которыми я пользовался раньше. Я сознательно отказался от сглаживания резких изгибов, как это обычно делают, стараясь угодить всем типам хватов одновременно. Дело в том, что универсальной формы, идеальной для любого хвата, просто не существует. Поэтому я решил сфокусироваться на чем-то одном и форма Nimbus разрабатывалась под разновидности когтевого хвата. Горб мыши я сместил ближе к задней части и максимально убрал его объем, благодаря чему контролировать движение стало гораздо легче, а рука перестала чувствовать скованность. Основные кнопки расположены максимально низко, насколько это позволяет сделать высота свеча и энкодера. Также я добавил небольшие углубления на кнопках, они помогают пальцам быстро находить удобное положение, но в то же время не ограничивают свободу хвата. Талия у Nimbus плавно перетекает в переднюю часть мышки и имеет ровно тот угол скоса, который нужен, чтобы комфортно поднимать мышку и чтобы пальцы не скатывались вниз к ковру. Для безымянного пальца и мизинца я сделал удобные скосы на боках, и хоть это и усложнило проектирование боковых кнопок результат определенно того стоил. Когда форма была найдена, я начал работать над прочностью корпуса и органами управления. Основная сложность заключалась в том, что мне нужно было сделать мышь, которую с небольшими доработками можно было бы массово производить с помощью injecting molding, а с учетом того, что я никогда подобным не занимался, было поначалу очень тяжело. Тем более мне было важно не просто скопировать внутрянку с какой-то мышки, а самому разобраться и понять, как это все работает. Поэтому следующий месяц я проектировал, печатал, смотрел на проблемы, которые возникают, и потом шел их исправлять. С органами управления пришло сильно так повозиться, поскольку мне было очень важно сохранить изначальную форму мышки и умудриться сделать так, чтобы это все хорошо нажималось и весело как можно меньше. Основная трудность заключалась в том, что мне пришлось спроектировать свои органы управления под уже имеющиеся платы, а не наоборот. Они, в свою очередь, не очень подходили под мой проект. Несмотря на эти трудности, спустя более 200 часов работы, а также после 14 итераций с исправлениями, у меня все-таки получилось придумать то, как это все спроектировать по красоте. И давайте я вкратце расскажу про то, как устроена самая легкая мышка без отверстий. Внутри нимбуса находится специальный скелет, я назвал его X-Shell, на который крепятся опоры, элементы управления и сам корпус. X-Shell позволяет мышке выдерживать большие нагрузки, при этом оставаясь легкой. Дополнительную прочность конструкции обеспечивают точки опоры. Одну из них я разместил прямо в стойке колеса, что заодно повысило устойчивость энкодера к нагрузкам. Еще две опоры находятся прямо над свечами, там же расположены стойки, ограничивающие сайт, пост и пре-тревел кнопок, а в нижней части они нажимают непосредственно на стем свеча. Такая конструкция экономит еще пару грамм веса. Дно мышки я укрепил ребрами жесткости, что позволило уменьшить его толщину и дополнительно снизить вес. При разработке креплений основных кнопок я перепробовал с десятки различных решений, но в итоге остановился на классическом варианте. Он сочетает малый вес с четким равноверным кликом. Конструкция боковых кнопок получилась полностью уникальной, они равномерно огибают шелл корпуса и нажимаются с одинаковым усилием, за счет использования рычагов равной длины. Сами кнопки спроектированы так, чтобы их удобно было нажимать слайдом, при этом они совершенно не мешают во время игры. Благодаря такой конструкции я смог сделать мышку весом в честных 29 грамм. И да, я мог надырявить эту мышку по полной программе, но моя цель получить минимальный вес именно в корпусе без дырок. Да и при идеальном раскладе получится сэкономить максимум пару грамм, но прочно сильно упадет. Кстати, в серийных образцах по моим подсчетам Nimbus может весить еще меньше, за счет более подходящих плат, а также использованию пластика, которая весит меньше чем смола, из которой сделан Nimbus. Под создание прототипов был куплен 3D фотополимерный принтер, а поскольку их я видел до этого только видео на ютубе, пришлось вникать в кучу тонкостей, без которых получить точную деталь с заявленными свойствами просто так не получится. И спустя пару недель проб и ошибок, у меня все-таки получилось найти с принтером общий язык. Я думаю кто-то точно спросит, почему я выбрал SLA, а не FDM принтер, но я вам скажу лишь одно. Эта точность, которой добиться на FDM даже с самым тонким соплом будет очень тяжело. Финальную модель мышки было решено печатать крутейшей инженерной смолой Enderastal Rigid от Harslabs, а печать одного сэмпла занимала около 10 часов и напечатал я их суммарно штук 5. Несколько я умудрился повредить, когда удалял поддержки, ведь модель до постобработки очень хрупкая. До этого свои прототипы я опечатал бюджетными смолами от разных производителей и по прочности корпуса получались как целлофановые пакеты и их постоянно скручивало из-за усадок. Да и я буквально мог спокойно лопнуть мышь, слегка надавив на нее. Финальная версия Nimbus из Enderastal Rigid, в свою очередь, может выдерживать огромные нагрузки и запас прочности у этой мышки получился избыточный. Для крутого внешнего вида было решено покрасить мышь и проведя ресерч рынка красок, а также сделать десяток вариаций. Мне и моим друзьям понравился вариант с синим полуматовым металликом с небольшим вкраплением глиттера. Цвет выглядит на мой взгляд благородно и необычно, да и полностью соответствует названию мышки. Кстати, у меня есть еще один корпус, который я не покрасил, поэтому можете предложить вариант с расцветкой в комментариях. И спустя примерно два месяца работы я наконец-то полностью завершил данный проект. Нибусом я уже пользуюсь около двух недель. Играть на настолько легкой мышке это уникальный и неописуемый экспириенс. Единственное, что меня ограничивает в играх, так это мой скилл. Я очень доволен проделанной работой, ведь тот путь, который я прошел, был не зря. Я не только смог сделать что-то годное, а еще получил ценнейшие опыты навыки, которые мне пригодятся в будущих проектах. Нибус на данный момент является моей основной мышкой. Мне безумно нравится как играть на ней, так и работать. И это неудивительно, ведь форму я выводил до тех пор, пока она не будет идеальной. И мне бы очень хотелось, чтобы эта мышка вышла в релиз как можно скорее. Ведь если в нее поставить самую топовую начинку и сделать качественный корпус с идеальными подгонками, то это будет определенно моим и, возможно, вашим эндгеймом. И ваши лайки и комментарии могут сильно ускорить релиз Нимбуса. Также буду рад, если вы поделитесь видео с друзьями, ведь я хочу и дальше создавать крутые и инновационные девайсы для вас. У меня уже есть идеи для новых проектов. Это и клавиатура в идеальном лейауте, который до этого никто еще не делал, и вышка в эргоформе на 25 грамм. А на этом у меня все. Пользуйтесь хорошими девайсами и не забывайте подписываться. Еще увидимся.